кажется и имеющие совершенно шумовое значение почувствовать и давайте исходить с того что многие из вас начинающие или думает начать и чуть-чуть по общих понятиях расскажу может быть известны кому-то вещи если у кого-то будут отдельно специализированные там профессиональные вопросы давайте можем наконец ответ на вопрос как обычно все новое хорошо забыть а старая вот эта фотография 30-х годов советская фотография когда фарашютный спорт не имел был исключительно военным или в лучшем случае то есть военно-прикладным и вместо какого-то фана очень-то не было что это человек делать крылья даже трудно себе представить планируешь тыл ворга собрался тем не менее такие фотографии есть и доподлинно известно что первые попытки были сделаны именно но такие известные в советском союзе я прошу просто необычайно по сравнению со всеми остальными странами военные естественно потом война и подъем парашютного спорта начинается с 60-х годов в америке потому что он становится доступным для обычных людей для собственного удовольствия появляется огромное количество аэродромов кадр из фильма шелкопряды 65-го года голливудского если кто не видел можно найти в интернете соперничество двух друзей вокруг одной девушки таких крыльях до сих пор смотрится неплохо и интересно но как мы видим концепция совершенно непродуманная то есть это или крылья похожи на самолетные либо крылья между рук и ног между рук и ног ручные крылья представляющие себя по сути куски ткани возможно с какими-то небольшими жесткими ставками вот это уникальный человек может быть многие они даже не слышали патрики гердон изобретатель современного вексюта есть так можно сказать по крайней мере он довел его до какого-то совершенства до публичности до презентования на достаточно высоком спортивном уровне чтобы не могли заинтересоваться люди и могли его как-то оценить его идеология костюма состояла в том что это к сожалению тех времен он трагически погиб 98 году при испытании своего очередного детища что это крылья расположены в трех в трех местах между ног между рук и ног и ручные крылья и это не просто куски ткани это полное настоящее крыло с воздухозаборниками с верхней и нижней оболочкой и с нервами внутри то есть создавая там соответственно какое-то давление но позволяло летать с принципиально большим качеством чем могли себе позволить герои известного грузовского фильма или тем более прототипы 30-х годов и самое интересное что сделает человек я был честен знаком выступая на одних соревнованиях по стайсюфингу кстати один из пионеров этого движения тоже вообще личности поворотно можно сказать современном парашютном спорте как вообще ситуация начала 90-х годов когда появление новой техники сделала буквально революцию во многих видах спорта это вот его очень известно прошли в свое время полеты в большом каньоне штатах то есть он как бы не только что-то делал и доводил это до публики до сми и соответственно возможности людям к этому прикоснуться дальнейшая история после выкидывали развивалась следующим образом два молодых энтузиаста я рекомендую решили организовать коммерциализировать этот процесс организовали компанию до 1 они обратились к родственникам патрика не будут ли они тогда были продать им этот патент насколько я знаю они как договорились упоминание его имени неважно они стали условно говоря преемниками от этого процесса и основное что они сделали они предоставили бог желающим возможность заказать от костюм то есть получить собственно костюм начать прыгать может по 3 когда что-то в своем гараже как-то на руках сейчас этот процесс вышел как бы я думаю году 90 девятом девяносто восьмом спасут не так давно появилась возможность собственно любого желающего эти костюмы приобретать позже они разошлись пути разошлись образовала остальник осталась компания беда роберт печник организовал последствия буквально через два-три года загнулась в середине двухтысячных уже происходит роберт печник организовал новую компанию под названием фоник слай который успешно существует и сейчас и многие пользуются ее продукцией сейчас сегодняшний момент в то же время кстати в середине с компанией торисе уже один из лидеров американского рынка производства парашютной одежды которая поначалу выпускалась истолковые громоздкие интересные костюмы буквально последние два-три года они привлекли очень профессионально команду тестовых парашютистов которые сейчас испытали их различных моделей и процессами просто пошел лавинообразным лучшую сторону есть очень хороший модель то есть по сути на сегодняшний момент существует два основных лидера этого рынка это попали слайк опале принесет из какие-то еще отдельные производители но они либо выпускают не всю линейку либо костюмом ну либо еще не касательно качать медведя и голуба являясь каким-то узко специализированными костюмами по сути что такое венсит это вид парашютной одежды которая облегчает на выполнение какую-то парашютное упражнение в данном случае задача в том что максимальная скорость очень большой скоростью перемещаться по горизонту при этом резко замедливать сквозь вертикального падения она замедляется ну грубо три раза по сравнению со скоростью падения обычного парашютиста может даже до четырех раз находить но это как уже надо отдельно пара с грубо говоря выполняем прыжки на обычном аэродроме прыгая со стандартной высоты 4000 метров превышения на точке приземления в свободном падении вы находитесь достаточно легко пара которых с той же высоты за те же деньги уже эти три раза больше свободного падения на самом деле дает то есть безусловно это все равно падение выпад вы движетесь по горизонту за счет того что вы за счет костюм превращаете силу тяжести какой-то горизонтальной составляющей то есть все равно падение пусть под очень плоским углом горизонту вы не можете набирать высоту не можете летать парапланта позже варить восходящие потоки но субъективных для вас это безусловно выглядит как полета потому что вы с огромной скоростью пространстве среднем такая крейсерская скорость я позади 150 200 километров в час скорость относительно земли отдельно заморочиться она может находить на 300 как выбрать костюм какие модели существуют на сегодняшний момент я сказал это я советую вам если вы только входите в эту тему выбирать из этих двух моделей из-за того из-за специфики заказа и того что в америке на мой взгляд заказ проще предсказуемые топовыми моделями олута на сегодняшний момент являются различные модификации апачи в данном случае это апачи джедай они отличаются друг от друга различным профильным крыльям и размерами фениксула это вариации на тело вампира их известного хита уже лет пять на рынке существующую этого кир 4 сейчас уже доступен и скоро будет 5 5 если вы только начинаете если вы только начинаете то моя рекомендация это совершенно потрясающе по 103 очень подходит особенно если у вас мало прошу ну то есть вообще на самом деле нельзя дать однозначный совет с чего начать то есть с одной стороны вот у нас есть его центр на аэродроме пущино где арендуя какие-то модели для начинающих вы через некоторое время можете заказать уже серьезную модель но для этого я думаю у вас должен быть достаточно хороший вообще скайдаерский опыт если вы вообще начинаете учиться прыгать и продолжаете учиться парашютизма в целом ну скажем это диапазоне там прыжков на 500 400 до 500 у вас то я однозначно рекомендую модель фантом 3 она имеет очень широкий диапазон применения вы можете продать информацию можете осваивать элементы фристайла вы можете она прощает очень много ошибок она достаточно легка в открытии надо не забывать что в институт это некая более сложная производная все-таки в парашютном спорте пусть это не надо это скажем как начать играть в водное поло при этом не научившись еще плавать поэтому мой совет для тех кто думает о том когда это начать мне кажется чем позже тем лучше но когда у вас будет диапазоне под 500 прыжков тех же самое время начать обучаться требования на аэродромах у нас в россии вообще существует 200 прыжков но опять же на мой взгляд прогресс будет не очень медленный и не такой безопасный не сможете насладиться в полной мере потом без наличия базового парашютное образование которое включает себя и прыжки в формациях групповых чтобы вы могли чувствовать поток всеми частями своего тела и достаточный опыт на тречке в обычном ну просто по большому счету нет смысла то есть очень будете сжечь прыжки очень долго боксовать на месте но опять же если у вас есть непредалимый желание на себя как может скорее можно начать это с 200 прыжков модели подобной фантома третьему купив его заказав его взяв у нас в аренду и не забывать при этом что надо думать или вот о том образовании которые мы не получили все остальные дисциплины потому что я отлично как организатор многих информации сталкивался с тем что общаешься с человеком на какую-то тему как он подошел как он ведется информацией с вашего глаза и понимаешь что у тебя просто слова угадывает о чем смысл он не понял и естественно все вопрос безопасности каждый человек не проверь живого не залезешь поэтому думайте о безопасности сами и собственно перейти в процесс свои руки требования к снаряжению ну точнее не требования рекомендации если у вас достаточно большой опыт личный вас он есть свой любимый купол мне кажется можно ничего не менять за исключением конечно если у вас не какой-то особо маленький косовый лурный который вы оттачиваете свою технику там слуха ну конечно не очень просто потому что момент раскрытия у вас связаны руки войне сразу можете отправить направление свободными концами легче получить перекос тела в мексюте из-за больших вот этих плоскостей при открытии и соответственно легче получить за маленький косовый лурный купола небольшой закрутки если не отыгрывать наверно как вы знаете свалиться прогрессирующего прогрессирующего вращения поэтому а в идеале это что-то типа спектр подходящего под ваш под ваш вес мне всегда была привычная допустим катана или ее аналоги то есть что-то не консерверное я тоже себя комфортно на этом чувствую опять же проецируйте это на свой опыт если он небольшой то он будет все-таки отдельным куполом вторая очень важная рекомендация из-за того что у нас за куполом идет большое затенение потока представляете плохо вытянутая медуза выкинуто не в сторону неаккуратно часто приводит к затенению то есть идет большая задержка и часто непрогнозируемое открытие парашюта и штатный поэтому я очень рекомендую вам обзавестись удлиненной стрингой допустим если лишняя снега у нас 220 то ну и все кто прыгает постоянно особенно в больших инсьютах используют трехметровую стриму ее можно заказать сразу производителю если вы заказываете парашют если у вас уже есть парашют вы можете обратиться допустим что я точно знаю в компании Параавис и заказать себе удлиненную стриму для инсьюта который вы просто либо у вас отнимет парашют для инсьюта если у вас всего один парашют вы меняете вместе с сумкой то есть на карабинчике откручиваете вершинки если что-то непонятное по ходу дела можно спрашивать то есть сняли сумку вместе с тренглой и медузой и поденяли ее на инсьют например полдня отправили одно упражнение потом решили продать инсьют акцент будет более прогнозируемое более привычное для вас по времени до всяких задержек средства более безопасно какие-то очевидные вещи о том что медуза надо в сторону просто выбрасывать непосредственно для тех кто допустим прыгает поиск хочет перейти на инсьют медузу нужно брать более большого размера скажем для костюмов тонисьют для больших вот этих матрасов производитель рекомендует 38 медузу вот это как минимум 36 хотя в обычных прыжках с большой задержкой это вполне годится 32 если у кого-то есть там отдельный вопрос можно остановить попозже по поводу того как вообще начинать то есть не делайте это в коем случае самостоятельно потому что есть масса нюансов которые вы можете узнать упустить это опять же вопрос безопасности безопасность во всех видах экстремальной активности парашют спорт не исключение должна быть у нас на первом месте обязательно обратитесь либо к инструктору вашего аэродрома либо приедете на наш аэродром где есть такие инструктора либо в крайнем случае если вы вообще непонятно откуда и там нет ни стороновых никого все равно это должен быть какой-то человек либо опять же найдите время и пройдите обучение допустим у нас на аэродроме просто чтобы вам забили в голову какие-то основополагающие вещи которые вы потом будете помнить и исследовать для тех кто прыгает уже могу ну посоветовать какие-то такие вещи но все это очень критично к закруткам которые могут возникать из-за перекуса тела как я сказал поэтому рекомендуется не затягивать ни нажмите грудные очень жестко то есть расслаблять их так чтобы ну на грани комфортности чтобы у вас не свободно чтобы потому что сильно затянутых ножных малышный перекос тут же отражается на наших ну на парашюте на него довороте что нужно какие основные все проблемы и опасности при полетах прежде всего это на вопросах открытия мы не будем останавливаться да оно непривычное в начале нюансы открытия вам подскажет я думаю ваш инструктор либо вы уже знаете если прыгаете но какие-то основные правила они все равно все равно существуют то есть прежде всего это касается прыжков большой формации то есть если допустим вы уже прыгаете и пытаетесь на своем аэродроме ну я так говорю потому что судя по лицу не все помните что самая-самая опасная часть построения высокой формации это вопрос подхода формации потому что разбежка когда уже все собрались вместе это тоже ответственная часть но все-таки вы уже находитесь как бы достаточно кучно а какие основные правила просто быстро поднять пробегусь во-первых четко проговаривать план прыжка то есть никогда не делайте это в самолете ну что пойдем пошли вот обязательно даже небольшой даже три-четыре человека второе что законы движения человековой формации такие же как законы обычной групповой формации берете свои ориентиры вы видите свое место вы идете к нему вы оттормаживаетесь вы спокойно входите в свое место или подходите к человеку к которому должны подойти прыгайте в групповую атробатику если вы не знаете этих правил и просто следуйте этим же законам то же самое те же самые права той информации безконтактные и старайтесь максимально с первых же прыжков максимально расширять свой горизонт восприятия окружающей среды то есть не сфокусироваться четко он мой захват вы к нему летите ни о чем не думает то есть превращайтесь себя сразу смотреть по сторонам кто-то может отвлечься и вы садитесь на я видел такие столкновения это выглядит жутко даже при кажущейся небольшой скорости малейшее расхождение в нескольких десятых километров скоростях это как минимум серьезные увлечья поэтому максимально внимательно к этому относитесь разбежка естественно как-то проговаривается исходя из общих кто налево кто направо есть нюанс с которые надо следовать и которым надо постоянно оговаривать тех кто им не следует должны быть лидеры разбежки либо он один либо их там несколько если разные направления разбежки то он и большая группа и все остальные должны следовать в том же уровне в котором бежит лидер то есть условно говоря вы должны не только бежать развернувшись на 90 градусов но и бежать в том же уровне в котором бежит ваш лидер то есть в начальной стадии разбежки вы должны быть на одном уровне то есть исключительно тоже важное правило если кто забудет или вылетит из головы и там вспомнить об этом только летом можете написать мне в почту можете еще раз приехать на аэродром я с удовольствием повторю напишу для вас это буквально там 10 правил которые надо следовать по поводу костюма еще хотел сказать то есть я остановился буквально на нескольких моделей естественно их гораздо больше сейчас появились какие-то появляются какие-то другие более мелкие фирмы которые представляют какие-то свои модели мне кажется что если вы только начинаете то вот эта информация для вас более чем достаточно как только вы сами войдете в тему вы уже сами начнете разбираться что вам надо что лучше использовать но надо помнить о том что тенденция последних двух лет идет специализация этих костюмов какие-то затачиваются больше на скорость и допустим соревнования какие-то на полеты проксимити то есть в горах то есть от слова близость английского максимальное приближение к склону какие-то для полета на дальность какие-то универсальные но соответственно проигрывающие всем остальным чуть-чуть какие-то для максимально плоского отделения в тех же горах то есть нужно советоваться нужно ориентируется нужно как бы на самом деле представлять что вы сами хотите если у вас пока нет этих представлений то мне кажется что цепочка фантом 3 и как только вы почувствуете себя готовым к чему-то большему это фантом 4 или фантом 5 они наиболее удобны в управлении они годятся для всего чего хотите ну да неплохая модель тоже эксперт тоже имеет разные номера если вы будете покупать от компании то есть они это достаточно уже считается достаточно простыми мексинтами они достаточно универсальны и глядятся опять же для всех тех занятий о которых мы говорили на более более продвинутом продвинутом уровне по поводу еще раз организации парашютной работы на аэродроме очень важно следовать тем правилам то есть помните что в авиации все правила которых вам здесь рассказывают летные парашютные не просто слова это правило написано без преувеличения кровных людей которые заплатили своей жизни за то чтобы эти правила появились то есть достаточно просто посмотреть количество несчастных случаев их причину проанализировать чтобы это понять поэтому то что он говорит выпускающие то что говорят товарищи просто это принимайте как аксиому это очень важно у нас допустим выпускающий дают какие-то рекомендации по выброске по открытию по зонам раскрытия тоже пожалуйста следуйте всегда им если вдруг у вас на аэродроне этого нет то значит вы должны сами кто-то из вас обсудить это с организаторами прыжков и эти правила ввести в действие потому что это исключительно важно для безопасности правила на самом деле очень простые венциуты прыгают всегда в конце захода у нас еще принято возить на какое-то более дальнее расстояние разворачиваться дверью к аэродрому потому что мы часто летаем на дальность но в принципе это не обязательно то есть унициуты могут выходить в конце любого захода даже за тандемами ну и не даже в смысле в том числе и за тандемами основное правило которое нужно следовать пролагая свое линии предполагаемого полета выходя в конце захода не летать и не открываться в стволе выброски то есть если условно говоря вот от центра аэродрома до того леса ствол выброски исходя из ветра на сегодняшний день улетайте в сторону и открывайтесь где-то в стороне но опять же подумав посмотрев на карту или сверху проанализировав здесь лес если я плечу сюда налево у меня цепка все будет в лесу лучше полетим туда там поля деревни то есть гораздо легче к земле то есть элементарный анализ подскажет вам налево и направо лететь обязательно если у вас несколько человек или несколько групп в самолете я со старта либо заранее проговаривайте с собой кто что делает то что где будет открываться ну вообще у кого какое задание условно говоря если отделение направо другой налево ну то есть разобрали шаг в порядке если допустим вы пробуете летать на дальность у себя на аэродроме вас куда-то отвели очень часто причина возможных проблем в чем смысл полета на дальность ну скажем мы улетаем туда за руку если унесется ветер то там до 10-12 км от аэродрома ты выпрыгиваешь и собственно ты преодолеваешь вот это расстояние в виде аэродром практически на горизонте ну согласитесь это интересная отличная тренировка но часто так бывает что ну допустим не угадали ветер слишком сильно а вот спросили себе или вас отвезли на небольшое расстояние там 2-3 км ну неважно любое да и подлетая к аэродрому чувствуешь что вы перелетаете ну соответственно перелетаете ветер и окажетесь в состоянии когда вам после открытия придется идти против ветра вам это естественно не нравится люди начинают поворачивать сначала в 90 а потом больше больше и больше и начинает в итоге поворачивать на 180 градусов ведите себя за правила доведите до своих товарищей что этого делать нельзя никогда если вы летите большой группой на дальность в одном направлении в какой-то единой цели никогда никогда нельзя заворачиваться в 90 градусов проанализируя опять же карту вашего аэродрома вы оговариваете управление выброски вы оговариваете если залетели на аэродром и все уходим направо на 90 значит вы ошиблись да вы можете не попадете на аэродром но ни в коем случае нельзя разворачиваться на 90 на 180 градусов была очень модная у нас тема поначалу это там пугать тандемы летать поскольку они открываются высоко успешно находятся выше зоны твоего естественно это никому не нравится это небезопасно есть такая такая возможность даже совместно летать с какими-то маленькими куполами естественно пролетать то есть понятно что это делать нельзя тем более не говорим ничего ни с кем то есть пожалуйста никогда это не делайте ну либо если все согласны вы как-то это оговариваете заранее продумываете согласовываете с организатором пешком ну то есть полно масса масса вещей в воздухе вы можете проявить себя вы можете показать взять на себя любой риск который вы считаете доступным не надо просто вот это свое желание прикладывать на других людей которые к этому могут быть просто негативы хотел остановиться на том что собственно можно делать в этом костюме в основном что можно делать прыгая прыжки это конечно построение больших формаций после фотографии предыдущего рекорда 70 человек в Америке рекорды мира то есть строится вот такая бесконтактная формация смысл который в том что наложение ну правила чуть-чуть поменялись но смысл в том что наложение некомасштабированной сетки каждый должен попасть в свой клуб поскольку руки у нас связаны и находятся ниже плеч то есть говорить в каких-то контактах в таком количестве людей уже не приходится и строится бесконтактной формации как правило клинообразные если у кого-то есть возможности можете позволить выездить в ту же Америку в Европе на мой взгляд не проводится каких-то сравнимых событий такого масштаба проще приехать к нам на аэродром если вам это интересно тем более что у нас связи с расписанием аэродрома попозже там объявляют у нас специальный появился орган который будет прослеживать развитие этого все движухи но если у вас еще раз пытаюсь есть возможности желания америка безусловно лучшее место подобных событиях много очень достаточно профессионально организованным помимо полетов формации на аэродром очень популярная тема соревнований на основе gps-приборщика который с вами находится из которых мы можем снимать любые данные в любом диапазоне высот в основном это соревнования на дальность и соревнования на скорость обычно это таким образом что пробить несколько людей у каждого свой gps-прибор потом считывая его данные мы обрезаем верхние и нижние высоты допустим снимаем данные в диапазоне 3000 метров 2000 метров ну все могли по-разному выйти самолет не так развернулся не тем богом так далее что мы всех ближайшим у нас соревнований будет в конце в начале мая так что прибор свой не обязательно будет предоставлен так что еще раз следите за объявлением и приезжайте ну понятно я думаю здесь не имеет значения какой у вас какая у вас модель костюм будет на тот момент понятно что если вы в фантобе 3 вы не имеете шансов против допустим апачи но я думаю это неважно если вы поймете свои возможности и очень многое почувствуете перенеся это на числовое выражение то есть существует масса каких-то вариаций полетов поскольку из-за того что зона турбулентности находится у нас примерно в 30 град на зависимости от модели от 40 до 30 градусов за эксинутом то есть условно говоря вот если некое тело зона турбулентности вот в этой плоске зон турбулентности располагается в этот диапазон соответственно на подходе если вы работаете на подход формацию даже с одним человеком с другим важно помните об этом это не очень удобно с другой стороны дает совершенно по сравнению с обычным другой стороны дает совершенно уникальную возможность летать вертикально друг на другом в расстоянии метр то есть просто в расстоянии метр друг на другом можно устраивать целую этажерку без каких-либо проблем и это выглядит настолько необычно и интересно что как бы в конце августа мы будем пытаться впервые построить вертикальный рекорд России состоящий из-за людей летящих водой вертикальной ну и как я уже говорил основное что можно ну и основное конечно где миксер скрывается в полной мере это безусловно бейсджампинг я не агитирую вас ими заниматься но тем не менее покажу там тоже как можно можно летать так же на дальность условно говоря перелетая из одной точки я к сожалению сбилась презентация сразу вижу то есть смысл такого занятия ну один из свежих вот виталии бренда смысл в том что ты летишь до какой-то очень дальней точки на пределах своих возможностей часто бывает так что по дороге совершенно некуда садиться ну по крайней мере штатно ну такой некий челлендж то есть сделаешь не сделаешь ну вот это один из таких к примеру кто-нибудь пробить поиски у вас тем не менее ну я уж рассмотрим основной нюанс здесь конечно в отделении то есть нет потока проваливаешься очень важно атаку который ты отделился для ухода хорошего быстрого старта вот здесь допустим но современную модель мне уже стало неинтересно поэтому все упираются на какие-то дальние цели кстати вы слышали да слышно да ну там не совсем чисто ну вот внизу как бы скалоса пуха лес и здесь дорога виноградник ну выглядит не очень интересно потому что так вот здесь вот это тоже засадили встать все виноградники сейчас глаза поставили то ли из-за специфики там каких-то потоков то ли из-за того что все-таки более не психика у тебя напряжена часто не удается добиться такого качества как как ну и так же можно летать так называем proximity то есть прижиматься к склону атакуя отдельные участки склона которые находятся в комфортном угле твоих возможностей и летать над склоном достаточно безопасно и контролируемое расстояние ну буквально там пару лет ну конечно с этой с этого нельзя начинать так же к этому надо как-то так-то готовиться и еще один из самых модных экзотов прошлый эсет ,, обычно поход занимается 23 на больше часов занимаешься на канал вот до земли вот который видите приближается здесь всего 130 метров ну понятно если кто допустим думает о таких прыжках по поводу тех мероприятий которые будут у нас на аэродроне мы планируем ежемесячно каждые украине выходные практически каждого месяца это приглашает все желающие с любым опытом это в основном групповые прыжки в том или ином виде также будут мероприятия соревнования как я уже сказал будет мероприятие по по элементам пристава и полетов вертикальной плоскости вся информация будет на сайте тимур скажешь пару слов где это можно записаться и смотреть в интернете ну собственно говоря на базе фейсбука есть ресурс который называется Russian Institute League вы можете зайти в фейсбуке набрать название и собственно говоря будете получать обновления мероприятий которые планируются в течении этого года и как Валера сказал уже в мае она с 3 по 5 мая будет соревнования по качеству и в них может менять участие любого у которых есть допуск на полеты в Миксиоте то есть это не информация это индивидуальный перформанс и соответственно будет соревнования с призами с победителями и участвовать в них в жизни двух по крайней мере просто понять свой уровень своего качества с которым вы летаете и сравнить его с другими участниками которые летают либо в таких же костюмах как у вас по крайней мере вы увидите ваши собственно возможности приезжать сюда 3-5 мая ну да вот в завершение хотел показать небольшой сюжет последнего чемпионата мира который был в сентябре в Америке собрались 100 человек нашего воротрога учитывало 14 человек 14 русских приемов рекорда поэтому без привлечения могу сказать что Пущино на сегодняшний момент по крайней мере это лучшая дне остановной территории это не знаю Ассамбрея и вообще ближайшее зарубежье где вы можете участвовать в судовом в различных появлениях от начинающих до бейс как угодно Буквально там 5-минутный сюжет Калифорния одна из мерков буквально прошутка спорта дорог зона правительства В принципе все то же самое очень много времени проводится на земле накатка, разбежка огромное внимание выделяют дисциплине Это правильности Интересный комментарий по поводу отделения С самого начала все модели института и даже самые-самые огромные, позволяют вам отделяться со свободными руками. Не надо хватать вот эти палочки, и как пингвину вот так вот идти в двери. То есть отделяетесь со свободными руками, прижав слегка локти, чтобы не надулись в ваши ручные крылья. Что произошло? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот видно, как секторами разбегаются в разные стороны. Вот вам пример того, что я говорил. Нельзя разворачиваться там до 180 градусов. Как видите, люди сели в стороне аэродрома, на неподготовленную площадку, жестко соблюдая то, о чем мы говорили. Потому что выброска, ну понятно, там несколькими бортами менее предсказуемая, облако облетали, еще что-то выкинули не в том месте. Они полетели туда, куда им сказали. И падали до той высоты, которая была оговорена. Запаснее приземлиться, проще, чем решать проблему воздуха на тех скоростях, на которых вылетаете. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 какое качество если он не дырявый не расползся пошла качество полета во такие костюмы качество вообще слушай ну вот у таких в прошлом году проводили соревнования участников модели и топовые пилоты 3-4 качестве было вампиры показали около трех 2 идеи 4 5 4 4 4 и фантом вас показали качество 2 4 2 решение конечно вот представьте за формула себя до кого-то за формула один посадили что ты же не выжмешь из нее всего воздействия при этом как бы но понятно что всего ресурса ты не выберешь это прямая аналогия качество отношения это реал метр по вертикали сколько ты за этот метр пролетел по горизонту из качества 3 ты упал один какие планы на год я сейчас творчество есть какие-то проекты ну я сейчас в основном вывести выпустя как больше туда переключился и над какие-то проекты в горах больших горах новый год глобальный глобальный сейчас в апреле мая я еду экспедицию на эверест стратосферы 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 области не спали а про бойс для бойс есть какие-то тоже требования уже люди с нуля прыжков начинают какая-то тоже школа ну да официально есть есть пара официальных мест допустим в норвегии европе куда вы можете приехать записавшись на курсы по интернету и вас там научат а второй путь требований есть? требований никаких ну это ничем не регламентированная деятельность может сказать 5000 прыжков кто-нибудь тебя проверяет то есть ну начинать менее чем с теми же там стадов не ставим прыжками нет никакого смысла то есть это прямая прямая зависимость корреляция со своей безопасностью то есть ты можешь начать сразу после АФФ и ты не представляешь как выбрасывать себе гузы да но еще раз повторюсь самое основное даже если готов забить на свою безопасность основная проблема что ты прогрессируешь очень медленно то есть ты очень долго останешься вот в этом начинающем состоянии не в состоянии не в состоянии прыгать со сложных мест ну как бы ну и другая другая возможность есть вы находите у себя на электроме на электроме где угодно некого человека который вас курирует некого тренера как бы назовите который будет вас обучать курировать на момент вашего вхождения в эту тему здесь в городе если вы готовы прыгать в городе в юно-горах а про трек-сьют вы начали сказал это поможет поможет для чего ну то есть трек-сьют на сколько нужен при переходе допустим с обычных прыжков на 1х сесть трек-сьют нужен ли вообще трек-сьют это на самом деле это некая такая отдельная по-своему очень интересная и тем что она ну чуть-чуть надуваются эти штаны чуть-чуть помогает куртка но в целом допустим это шестьдесят процентов возможности всего-то сорок ваш то 20 процентов это надувающиеся штаны 80 ваш личный более более вашей что вы сами способны показать совершенно можно сказать отдельно самообразование это отдельный отдельный единственное там скажем для бейса он удобен просто прыгать удобнее безопаснее касательно аэродрома ну то есть можно его иметь можно отдельно заказывать его как некую пронежуточную ступень конксинтону нет никакой необходимости еще вопрос по поводу аэротрубы какую она может оказать помощь вообще в освоении ну нет ну нет к миксету боюсь что никакой аэротрубы чем чем лучше ты летаешь и чем лучше ты чувствуешь поток своим телом любое счастье свое тело на спине на боку это тебе огромный огромный плюс высвоение миксера безусловно это поможет но так вот сказать что иди с трубой и потом на такой момент даже там и групповой нельзя проецировать потому что другие условия другой баланс что что все прогресс будет на лицо огромный очень быстро если может ну прыжки они размазаны в пространстве здесь сразу надо концентрирует много денег и все могут себя сделать скажем ты семь-восемь прыжков сделал у тебя ощущение что ты активно подвсовался на радарах заход у нас там будет у тебя какая-то страничка рубрика вопрос ответы может быть это технически возможно на базе фейсбука можно да любые вопросы какие будут вы можете там написать есть если хотите могу свою мою оставить любые любые адекватные вопросы не ну там какого-то да да в мероприятиях о каких там технических вопросов так много да все адекватное мы будем постараться там можешь написать поиски фейсбуке могу посоветовать что если вы допустим решить серьезно сморочиться на какую-то тему то надо не жалеть каких-то денег на начальном этапе выложить в свое обучение то есть условно говоря привлечение кого-то попросту говоря кто вам поможет быстрее изучить какую-то дисциплину неважно это поиск силу групповая карбатика это в итоге как показывает практика это экономит ваши деньги вы может быть больше вынуждены заплатить сейчас но если спрофицировать это на год или на два вы сэкономите то есть варясь собственную соку и среди своих подобных вы будете шесть прыжки просто поэтому взяли несколько уроков групповой карбатики поняли как что работают прыжки и потом уже можете сами себе ставить задание тренироваться то вы можете у себя не призываю приезжайте к нам предбудите наших инструкторов хотя бы больше всего что нет ну вообще в принципе подход к вопросу мне кажется вот это правильное вопрос вопрос новых объектов да а как понять можно с него нельзя то есть есть не всегда можно оценить как прыгаешь первый раз нет здесь многое зависит от опыта безусловно то есть если у тебя опыт не стоит ходить на новые объекты но в целом есть какие-то численные показатели связанные с но обычно самое простое если под рукой ничего нет это просто бросают камни с небольшим усилием которые когда ты летишь на расстоянии километра то есть не можешь точно спрагнозировать имеется ввиду угол склона угол склона а как вы обрабатываете свой длительный полет нет ну во-первых просто частично просчитываете даже по углу удаления по углу удаления площадки приземления куда тебе надо теоретически долететь ты уже понимаешь то есть я уже понимаю какой то угол для меня рабочий или нет ну то есть вот то есть а заранее не просчитываете угол там проекторию нет заранее вот я стою на экзит вот дальше пошел какой-то склон там площадка при земле заранее я оцениваю только вот этот вертикаль то есть хватит ли мне вертикали чтобы мой костюм какое-то время соскальзывая или падая какой-то момент начал лететь вот этот угол полета в современных костюм 20 градусов горизонт фактически нет ну вот сейчас если я вижу этот угол и понимаю что он укладывается в мой рабочий диапазон то соответственно все что находится внутри это все мое то есть я могу его достаточно безопасно атаковать за исключением каких-то мест которые требуют поворота за тот или иной угол и полка и так далее вы как эти заранее если сверху с поворотом берутся заранее ориентиры допустим вот та большая сосна за ней на 90 направо ты сначала слетал посмотрел как там ну да 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 но с первого раза легко попасться потому что ты даже если угол склона в целом нормально можно казаться достаточно широкая полка на чем сделал пристрелочный пролетив пролетив на какой-то достаточно большей высоте посмотрел медли опасных уповаживаний и тогда уже составил линия линия конечно продумывается заранее то есть экспромт здесь не уместен совершенно и самое главное ориентиры это то что мы видим это результат такой кропотливый довольно-таки нет нет ну не кропотливый ну да 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 но это нет в принципе тебе одного-двух прыжков достаточно вполне чтобы пристреляться то есть это не надо там готовиться ну да да тяжело тебе по максимуму там как-то зажечь понятно нет но самое главное в больших горах это естественно просто то есть что-то там уже насколько может прижимать цель не стоит да судьбой был проще она вся крутая там никаких нет костюм меня как раз той модели которая дает проигрывать чуть-чуть в качестве и скорости дает максимально плоское отделение из всех моделей которые есть на сегодняшний момент потому что этого глава угла для меня потому что много прыгновых мест то есть я должен быть уверен что я увлечу отсюда Валяра куда девается вся остальная снаряга с которой вы все ведете она с альпинистами идёт вниз ну понятно понятно что то что вы видели там про большие горы но это какие-то отдельные проекты это не то что ты делаешь каждый день это там было три в течение года как ты готовишься у тебя есть люди которые тебе помогают понятно что на сложную гору там парашютовую диночку залезть ну сейчас это практически невозможно что любимое место что любимое место любимое любимое вооруженную лужину для бейса да ну это безусловно Рима Дельгарда бренда Италия вот и Шамани места где сейчас очень много и свои плюсы есть у каждого это масса масса экзитов Норвегия мне не очень нравится в последнее время из-за своей непредсказуемости по погоде то есть можно посидеть там притупить буквально 5-6 дней кряду из-за дождя вот и горы менее интересно растут то есть огромные вертикали они хорошо для начинающего ну как бы огромные вертикали и меньше вариативности для прыжков в сравнении с обычными горами то есть они больше такого фиорного типа в Америке в основном из-за погоды конечно Норвежский город тоже уникальные очень красивые в Америке запрещены там прыжки в Америке запрещены в Северной Америке запрещены прыжки в национальных парках то есть то что входит в территорию национального парка если эта гора не входит такие ну допустим если ты знаешь Америку это Моап допустим известное место и в Юте есть места и где-то других где можно прыгнуть и даже в Северной Америке в том числе Каньон сейчас увеличивается Каньон национальный парк Юсенский национальный парк Юсенский ну то есть ну конечно все основные что в Канаде что в Америке все основные красивые экзиты они все в национальных парках по сути там прыгать не поэтому они с европейцами сейчас отстали очень сильно мне кажется Насколько это физически тяжело летать на дальние полеты ну да кстати накачаться ну да да ну вот слушай качаться не качаться но заниматься ОХП надо всегда конечно в принципе статистическая нагрузка то есть можно напределять какое-то внимание если приставишься нет ну я не имею надо поднять подолок отель держать нет нормальная нормальная обычная но тем более чем достаточно если там вы пробить и не забывайте что пресс это основа нашей координации на пресс естественно костюм сучился заказ например это так это так то есть под ваши размеры хотя на самом деле в современной модели одиночки мешкообразных достаточно потому что там надувается даже не крылья а все тело внутри костюма не зря называется если слышать матрас то есть ощущение что тебя засунули внутреннодорного матраса не теряется при этом ощущение не теряется да то есть скажем если если вы эти проксимить это модели типа вампира они гораздо более на него были скоростные а скорость это все вообще в бейсе то есть как бы вы не проваливались как бы вы не летали ни в коем случае нельзя сбрасывать эту скорость то есть можно ее наращивать путем более острого угла атаки ни в коем случае не тормозить вот так вот вот и понятно более скоростной костюм он выигрышен более управляемый потому что более четко чувствуется управлять ну вы представьте действительно внутри матрас чтобы он отреагировал мне нужно продавить свое там тело чуть-чуть буквально сантиметр два но все равно он дойдет до стенки костюма потом я продавлю стенку костюма потом он только реагирует ну не так конечно сложно но ну как руль руль слет а стоимость какая костюма по порядку стоимость фантом 3 о котором я говорил он семьсот двадцать евро семьсот тридцать семьсот десять что-то точно не помню не рекомендуется даже если более-менее подходит а эти до полутора тысяч евро но топовые фантом 3 то же самое не рекомендуется бушные они довольно таки четко бушные вполне рекомендуется если он подошел подразум по размеру если он у него целые все швы то он постирался и летает дальше вообще никаких проблем не важно да не настолько бушные размеры ткань подвыдилась она потерялась чуть-чуть в качестве но для тренировочного процесса это не так я про размер про размер да то есть плюс-минус 2-2 сантиметра они размер вы должны чуть-чуть поднять плечи и вытянуть если вы вписались как бы в этот размер это вполне достаточно если он чуть-чуть усить на животе не страшно совсем чуть-чуть в их руках даже отлично по нашей погоде так что главное чтобы он то есть чуть-чуть если он болтается здесь в разумных пределах это не страшно если он мал я не советую покупать ну да надо помнить что они достаточно легко перешиваются если вы чувствуете что речь идет в ту или иную сторону 1-2-3 сантиметров это легко правится недорого от веса зависит от веса ну вот информация дорешиваете как нет 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 здесь никто в отличие от целых группы обтягающих в костюме находящихся у тебя здесь рабочий диапазон по вертикали он достаточно большой то есть проще друг друга подогнать понятно когда совсем совсем большие костюмы типа вот этих скажем вариации различных апачи не рекомендуется для информации именно из-за своего больших площадей и из-за своего плохого контроля люди с большим опытом приноравливаются и привыкают к ним но целом они не рекомендуется поэтому я говорил напомню что если вы думаете о продвинке костюме достаточно универсальным то вампиры они более они более универсальны если вы в основном пробить на рассмотре в поиск ну во-первых ты часто открываешься там где уже поздно его применять во-вторых конструкция чем проще она тем надежнее то есть ранцы выкинуты потенциально все все что может дать отказ то есть любое усложнение конструкции будет снижать ее надежность по сути она сконструирована так что если вы выкинули медузу ну и у вас все уложено штатно и в правильной позе он не может не открыться просто не может там нечему дать отказ в случае было с этого в случае что не раскрыт ну были да был с нашим товарищем был случай там пять лет назад но как выяснилось потом все это было мы пришли к выводу что видимо единственная причина которая осталась ошибка укладки то есть теоретически можно стригу зачековать так там две две шпильки надо собраться зачековать так что она приведет к отказу ну то есть просто более ответственно ты укладываешь этот парашюр то есть а-ля запасной укладывается таким же стилем более внимательное отношение ну допустим если в обычном раз здесь протерлась здесь нет вылезли узко порвалось но ты просто более внимательно относишься к своему снаряжению и в принципе оно становится все более и более надежным насколько это может продержаться как определяется высота раскрытия минимальных опыта высота она просто честно определяется да ну иногда допустим я принимаю решение исходя из того что какой ветер допустим если сильный ветер то он еще выше он как правило сильнее ты как-то выбираешь траекторию такую чтобы на нужной точке на площадке перемена открыться пониже ну чтобы себя не сдуло во-первых ну чтобы ветер был послабее вот то есть иногда как-то принимаешь этого внимание минимально допустим слушать но нет такого но тем более что костюм открывается же по парам то есть он открывается не в этой плоскости да он открывается вот в такой то есть в итоге одна и та же дистанция нам нужна на открытие но высота для цвета нужна меньше то есть ну не знаю может метров пятьдесят 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 совсем жесток вот слушай ну вот сейчас когда я начинал прыгать в конце 90-х считалось круто открываться очень низко то есть если мир света практически прыгнул и считалось совершенно нормальным если ты там демонстрируешь что ты считался под парашютом дольше получил свободное падение секунд падал а потом 20 секунд летал ну это никуда не придется соответственно там падали люди люди заранее вытаскивали дузу смотрели на землю в последний момент ее отпускали если она уже шаром надута он такой летит вот но как бы когда появилась усилит речка когда появилась proximity ну то есть все тут же забыли об этом городском выпендреже да то есть появилась масса возможностей выпендриться и проявить себя непосредственно во время свободного падения чем глупо рискует там убраться на голом месте поздно на полсекунду чем хорош допустим тот же вид силу если что вот эту грань то есть если ты прыгаешь с большой безопасности цены многие увидели летаешь по прямой высоко открываешься ну это конечно все равно не skydive все равно бейс ну как любую степень любое влечение горные лыжи все что угодно бейс парашютный спорт его можно делать достаточно безопасно либо довести до крайней какой-то степени вот то есть все дает это возможность то есть он может делать этот бейс достаточно безопасным либо взять на себя столько риска сколько ты готов нести на сегодня все все прыгаю в одном месте в один день с разными людьми и это конечно потрясает но если допустим нестабильность прыжка без скрывать скровом то есть как легче скрывать святыми скрывать то есть стабилизироваться скрывом нет но понятно что в нем более сложным то есть она должна быть более координированно основной проблем то есть движение на самом деле вот это движение отделения простейшими то есть прыгну я ведь светили без смотря какой модель может немножко отличаться техника техника отделения завалился чуть больше чуть больше грудью но в любом случае это это простейшее движение основная проблема что на фоне сильно психологических стрессов люди часто не могут сделать выполнить собой простейшую моторику движения не контролируют поэтому нет никаких проблем не нужно быть супер гимнастом и спортсмен чтобы это сделать надо просто ходить спортзал попрыгать поролонную яму тренироваться и обязательно выбирать безопасные места в идеале это мост восток у нас доступных нет нормальных выбирать максимально безопасно возможно для вас объекта еще вопрос по поводу позы позы контролируем падение рули есть какие-то определенные моменты дата на стречке есть несколько моментов несколько пост на лягушка там и так далее а в инсьюте есть какие-то определенные позы направляющие позволяющие больше развить скорость там углу атаки еще нет ну конечно да то есть все что связано с углом атаки там работе по работе при подходе формации да есть свои позы свои свои какие-то вещи разные разные модели требует немножко разные техники полета разного положения рук и ног какие-то вещи рекомендуется делать какие-то нет ну это надо как-то как раз прогонах лет ну допустим у них спаялок и у них важных обхватах жесткими жесткого пластика но в целом в основном они мягкие а сколько быстро можно скорость сбросить сбросить скорости как оризонте ну вот если максимальный ли ты автомат если вот как бы перестелить в результате положение а сколько быстро у нас там нет максимальный скорости лучше достигать за счет того что ты увеличишь угол атаки в горизонт соответственно просто в основном она достигается тем что ты убираешь руки назад понимаешь да из-за тебя заваливают на углу атаки увеличивать соответственно скорость то есть качество у тебя становится хуже по горизонту ты летишь хуже по вертикали ты проваливаешься гораздо больше, но зато по горизонту твоя скорость в принципе не возрастает. Соответственно, возвращаешь руки в плоскостью света и тормозишь. Как быстро? Ну, зависит от костюма, от того, насколько ты разогнался. В целом, нет никаких проблем. Если только это не проксивити, то есть ты должен понимать, что тебя заносит. То есть огромная инерция существует от твоего костюма. То есть ты поворачиваешь, выходишь ли ты из атаки склона прямой, либо, допустим, ты делаешь какой-то поворот где-то, ты должен понимать, что тебя сносит. То есть ты должен либо заранее начинать, либо предполагать, что там будет свободное пространство, которое позволит тебе завершить поворот. Ну, понимаешь, да, то есть это не автомобиль пишущей, какую-то страекторию. Я ответил, да? Да, спасибо. Еще один вопрос. Вот игрушка есть такая, в эс-стимулятор. Насколько он показывает правду по ощущениям? Где там москлокации есть, типа Норвегия, Санкт-Петербург, ну да-да-да-да. Вы понимали участие? Ну да-да-да, слушай, ну как игрушка для детей, может быть, я не знаю. Для детей, граждан, по-настоящему. Ну да, нет, ну да-да-да, нет, ну как стимуляция, нет, конечно. Но это именно было задумано как игрушка. То есть сейчас какие-то идут разговоры, симуляторы. Мне кажется, это все ерунда, потому что, если говорить о поясе, все-таки психология, в большинстве, насколько твоя психика адекватная. То есть там нет ничего особенного, ничего, в принципе, более сложного по сравнению с парашютным спортом. Парашютный спорт, особенно там спорт серьезный, гораздо сложнее технический и все, психологически. Вы используете всякие современные примочки, там очки, там со всякой высотой контролем, там скорость показывают и прочее? Да, нет, ну постоянно что-то появляется, аудиосигнализатор, качество полета, либо скорость, либо вот эти очки с шепрессом. Если кому-то интересно, очки у меня есть, я могу сказать. Очки, ну да, есть у нас даже можно делать, попробовать. Скорость, а очищного, а высоту. Пока они все далеки, в общем-то, это дело, ну скажем, на них приходит слишком либо сложный софт, чтобы снимать эти данные какой-то невнятные, либо очки пока они съезжают, и нужно отвлекать зрение, смотря на эти показания, не думать куда-то или пишут. Ну, пока идеальных их нет. Ну, в принципе, вот очки, наверное, наиболее близкие, да, то есть они реально, выставляешь на любые показатели, и они у тебя реально показываются. То есть это, конечно, очень-очень удобно. Можно прыгать просто даже, допустим, если у вас нет очков, прыгать в группу, запускать какого-то человека, там, как базу, и относительно него, там, его обгонять, проваливаться вверх-вниз. То есть можно легко придумать, как то же самое потренировать без таких сложных девайсов, если у вас их нет. А у меня модификация оплача, которая называется джедаи. Нет, на Скайдэк у меня есть информация, если на ДАДЕС, то же самое. Есть обычная, вот очень еще. Прошу-то в систему берешься, это обычная бьется, да? Прошу-то в школу с самолетом, обычная система, ну, то есть со всеми, не специальная какая-то же. Нет, 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 обычная система, да, там есть один такой нюанс еще, ну, касательно основного сложных моделей, что там твои системы отцепки и запаска находятся внутри, как бы, да? То есть, вот, сейчас и придумали различные системы, как вывести эту отцепку наружу путем соединения карабинчиков и делания отдельных, ну, тросов отцепки и запаски и выведения каких-то отдельных штук, отдельных петельчиков. В итоге пришли все к выводу производителей снаряжения и лексютов, что это все не безопасно и не штатно, и делать этого не надо. И во всей Америке, у нас, наверное, это должна быть такая система интеграции лексюта и парашютной системы, которая не меняет принципиально конструкцию парашюта. То есть, условно говоря, у меня по-прежнему находится, вот в этой модели, находится внутри плечевые обхваты, да, но тебе нужно отказаться от кольца, использовать две подушки с липучками, и обе подушки, они выводятся наружу на тело лексюта. То есть, как бы, у меня вещевых обхватов нет, но на них все эти у меня торчат две подушки, которые, ну, собственно, их выдергивали, то же самое. Там есть нюансы по крепежу системы к парашюту, и он там все бесполезно объяснять, можно показать потом, если кому интересно, или... В любом случае, если у вас будет такой костюм, лучше к кому-то обратиться, он поможет его правильно интегрировать. Ну, то есть, это должна быть система, которая не меняет принципиально штатную систему оттенки. То есть, кроме штатной системы, потом взять костюм, уже интегрировать, надевать, да, у нас все хорошо. Да, да, да. Не меняет, да? Да, да, да. Ну, даже я вот перестал стригу менять, просто открываюсь, если я под обычные крышки, открываюсь. Система, где-то отличная от обычных крышков на бейс, на бейс, да? Что еще раз я не возникаю? Ну, вот система, ты говоришь, упрощенная, ну, то есть, упрощенная, в смысле, что лишних элементов... Бейсовая система. Бейсовая система, да? Ну, там нет парашютной съемки, куда ты пихаешь купол и ранец гораздо более большого объема. То есть, я туда выкладываюсь принципиально аккуратнее. Укладка таким образом, чтобы он максимально купол, выходя из контейнера, сразу хватал в направлении, потому что доворотку это самое опасное, что может быть. В последнее время даже не используется КЗУ, то есть, замки, концы, свободные концы, напрямую сшиваются. Ну, а если нужно, ну, получается... Если нужно, просто обрезаешь свободные концы ножек, у которых висят, что-то же не с тобой. Это куда смысл? Там же нет запасного. Я не знаю, ты завис на деревья, надо слезть вместо. Ну, если ты... По-моему, ну, здесь ты уже сам выбираешь, либо надежность, либо что. А сами крылья не мешают пользоваться цепкой запаской по радиусу? Нет, нет. То есть, цепка запаска вообще не справедливо открывается. Там есть нюансы открытия, ну, в основном, парашюта, поскольку там большие трядки. И поначалу надо попривыкнуть к этому, но какая-то зацепка к этим запасным. Освободение рук в основном, да? Нет, ну, руки... Ну, допустим, вот модели Tony Smith, они позволяют... Зачем просто, чтобы не тянуться? Это салону концов, прежде всего, да? Модели, допустим, Tony Smith, они позволяют это делать застегнутыми руками. Вот. То есть, они так сконструированы костюмы. А у других ты будешь делать сначала расстрелять молнию, чтобы достать. Чтобы отцепить основной запасной, тебе ничего не надо делать. То есть, тебе хватает длинный рук. Есть какой-то еще оцепка костюмы? Ну, то есть, как ты себя его... Если ты там запутался, приобрести, как ты себя его не то что стянуть, но максимально что-то... Ну, вот на некоторых... Ну, не на некоторых, а на всех моделях Philips Fly раньше была эта система. Сейчас, мне кажется, от него постепенно отказывается, который отцеплял руки автоматическим их прицепляемости. Вот, где крыло вшито в тело непосредственно, она раньше ты сам делал, пристегивал. Вот. И была оцепка, которая позволяла тебе в одно движение подцепить. Но, в принципе, мне кажется, сейчас приходит к нему, что это не актуально. Потому что крылья стоят настолько огромные, что вот эти болтающиеся свободные тряпки просто могут помешать тебе нормально так выкинуть медузы. Поэтому, на всякий случай, если вы начали прыгать, и у вас проблемы с открытием основного парашюта, такой случай у нас был, на моей планете, один был, человек не мог... Ну, ты же вот убираешь руки симметрично, и потом, как бы симметрично, накинуешь медузу. Ну, вот таким движением. Человек пытается убирать руки и его заваливать. Причем, у человека был две тысячи прыжков. То есть, как это могло произойти? Единственный такой случай на памяти. Он еще раз пытается, значит, опять. И в итоге он так допадал до Сайпресса, пока Сайпресс не сработал. Это, как бы, категорически неправильно, потому что, ну, костюм все-таки падает медленно. Более современный костюм, и ваш Сайпресс может неправильно понять это падение. То есть, нельзя на него надеяться. Таких случаев еще не было, но тем не менее, да? То есть, если у вас проблемы с открытием основного парашюта, по каким-то причинам, не надо пытаться открывать его в кривой, нештатной, а правильной позе с опасностью вылетания медузы в ноги, запутанных каких-то, открывайте запаску сразу. Только высоты у вас достаточно, то есть, не надо сразу и запаску. Привычное движение, то есть, найдите запаску и откройте ее на нее, оцеплять не надо, остальное. Сей, какой страхующий прибор у вас, что? Что? Для Windows, какой страхующий прибор больше такой? То же самое, по Сайпрессу, четвертые все-таки есть рекомендации. Ну, Сайпресса какой еще? Какой есть видео? А другие филеты? Ну, слушай, Валерик очень много проводит с ними и против этих синтрах, но мне кажется, они одинаковые. Мне кажется, Сайпресс все-таки по продуманию, я знаю людей, которые делают это и другое. Мне кажется, Сайпресс просто в надежде. Хотя, в принципе, идти и идти считается допущенными. Сайпресс используется или нет? Что? Сайпресс используется на Викс-Ют. Нет, нет, категорически не надо использоваться. То есть, основная цепка Викс-Юта, это тот случай, о котором я рассказывал, как мы его не берем. Основная проблема – это закрутка. То есть, вы в кривой позе, либо вы не успели поймать парашют, либо еще что-то произошло, вас положило и начало вращать на вризонте по перепутанным парашютам. То есть, основная… То есть, вы открываетесь его после закрутки, соответственно, вы находитесь в каком-то вращении. Соответственно, этот прибор приведет к тому, что ваша запаска будет выходить в момент, когда вы еще не стабилизируетесь. Поэтому лучше это разбить по времени, тем более, что в Викс-Юте у нас времени нет больше, никаких проблем нет. То есть, обязательно снимите продукцию. То есть, никаких транзитов, ДРД, то есть… Что, нет, сколько внимания? Залегте делать, что-то знал. Залегте. Сколько в этом году на крыло встало? Ну, так сказать. Слушай, ну, у нас вот коллегу, не знаю, Лена, не знаешь, нет у тебя? Сколько? Перепис населения немного. Залегте. 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 Слушай, ну, наблюдаюсь довольно большая ротация, скажем. Люди прыгаются год-два, ну, там, теряют интересы, вообще уходят из полюшки, за какой-то функционер, теряют интересы. Поэтому, ну, ну… Лежит, снова сверху тоже. Потом очень многие пробуют и, как бы, не продолжают развиваться. Просто попробуем. Ну, у меня нет, сожиданных данных. Развитие чего? Развитие чего? Я думаю, довольно. Это десятки. Это точно десятки людей, как бы. Другое дело, ты уже видишь какой-то… Ну, я вижу некий итог, кто-то остался, вот он уже там пришел в формацию. А так мы можем наблюдать. Развитие чего получается? Формацией? Ну, как в любой дисциплине тебе нужно сначала набрать какую-то личную технику, как бы ты мог пробить с кем-то, пробить формацию, участвовать в каких-то соревнованиях. Ну, вот в этом развитии. Это какая перспектива развития дисциплины? Ра, как спорта? Ну, да. Как-то, мне кажется, это совершенно неактуальный вопрос. Дело в том, что, в отличие от, как я уже сказал, других видов спорта, наличие того, что на тебе слишком большое влияние на результат. Почему, допустим, те, кто прыгают каждый год, они должны покупать эти костюмы, тратиться. Это не дорогую историю, потому что ты надел другой костюм, твой результат на 23% улучшились. То есть, не представляешь, что ты занимаешься в атлетике, и купишь угловые красунки, бежишь, чтобы быстрее дистанции. Не добавив тренировки, то же самое. Поэтому, как вот это все привести к этому знаменателю и устраивать какие-то соревнования. На самом деле проводятся всякие соревнования, как я уже говорил, по дальности, по точности, не по точности, по скорости, по каким-то занятым перестроениям. Но, слушай, ну, пока нет каких-то таких однозначных критериев. И основная проблема – это именно то, что все имеют разные костюмы. Как их стандартизировать, этому знаменателю привести, пока непонятно. На самом деле он интересен мне, если вам нужны какие-то спортивные достижения. Лучше надо обратиться к другим видам спорта. Нет, на самом деле вопрос был немного другого. У меня перспективы, видите, от самих институтов. То есть, что должны быть летче искать, там есть какие-то продукты. Нет, они однозначно будут развиваться, потому что, к сожалению, те производители, которые в этот момент есть, это большие, совсем небольшие частные компании, шьющие на территории треть нашего ангара, которые вы видите, там две-три шви максимум сидят, и вот эти все заказы по всему миру они шьют. То есть, у людей нет деньги, чтобы вложить в какое-то исследование, чтобы нормально продуть этот костюм, чтобы использовать те современные материалы, шьются из обычного примитивного резятого, достаточно тяжелого на такой ткани, примитивной. Поэтому, я думаю, здесь огромный задел, прежде всего, по материалам, по каким-то возможностям. Но он не коммерциализировал просто на том уровне, чтобы кто-то инвестировал на него деньги, на эти исследования, в развитие. Поэтому пока вот так, пока все на коленках. Если кто-то вложит в это деньги, либо он выйдет на то время, что стоит коммерческий интересен. А сколько нам денег? Ну, даже так, даже так и не так он развивается. Потому что он уже стал, конечно, оправдан для людей, производить, производить и совершенствовать модели. Сколько денег? В Китае их еще пока не все, да? Нет, в Китае пока не все. Пока. Есть только на китайцев шить? Нет, в России можно, как обычно, там аналоги, можно подешевле заказать в России. В принципе, то же самое, что из Китая. Похоже. Ну, подороже. Только подороже. И доставка дольше. Пока не заинтересовать. Когда вас появится единица? Что заинтересовать? Армия заинтересовать. Армия заинтересовать. Армия заинтересовать. Даже столько. Водка 30-х. Это проблема с армией. На самом деле, до сих пор почему. Мы единственная страна, в которой существуют вот эти круглые купола, насколько я знаю. Украины. Необычайно. Траматично. Но в том, что обучение людей стоит огромное деньги. То есть обучение там спецназовца, который может делать все что угодно, в том числе и прыгать на парашюте крыло, да? Допустим, это совершенно другие деньги, чем рядовой обычного модерной, сделавший перепрыжка на круглый парашюте. Нет парашютистов в армии? Соответственно, адекватно. Я даже оставляю сейчас за скобку, там, военное применение, собственно, с самого велосипеда, как ты там планируешь. Может быть, он не виден для радара, но при этом вот, если вы там с кем-то посмотрите, как выглядят прыжки бейсовые, да, и у вас пролетает этот человек, то есть это там грохот. Такой, как будто товарный состав проехал. Поэтому вряд ли это может быть средством тайного проникновения на ногах. Вот, опять же, если даже это применение будет найдено, основная проблема, что подготовка таких людей – это слишком дорого. Людей у нас никогда не ценили, солдата. Проще. 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 Касать, если человек на кругом парашют, еще одного диверсанта на Апача запустить в телеран. А? 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 Может быть, что они после войны испытывали могли? Ну, испытывали, наверное. Нет, больше испытывали. Ну, это проще, проще выйти на дельтоплане какого-нибудь или на… Да, 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 да. Это платный трансфутай. Ну, басы там снимают. Ну, как-то, не знаю, были. Я считаю, что они выходили, когда в конце они как-то отстреливались чуть ли не первым патроном, что ли? Нет, но были там же. Человек там через два мажка прилетал, да? Нет, ну это… Да. Ну, опять же, ты здесь… Минсет интересен тем, что он все-таки… Ты очень сильно влияешь на качество этого поляса. Вот. Используя большие карбоновые крылья в жесткой конструкции, ты становишься просто носителем некой конструкции, которая летит сама. Нет, ну там были испытания, они полетали на карбоновых жестких крыльях чуть ли не 100 километров, в том плане, что он летит совсем там с какой-то большой высоты его басовый, с хорошим качеством, пахит, и как пластик. Я думаю, ты ошибаешься с дистанцией, но… Ну, я не могу. Ноль побери. Да. Не, не, не. Свеча броди слушали, там с этими крыльями, с реактивными двигателями, там вообще с набора высоты ушел. Крылья к ногам были привязаны, но… Это все-таки отдельно тема уже. Ну да, да. А на твой взгляд, в перспективу, возможно ли посадка, безопасная посадка МСЮТа без купола? Без коробки. Ну, я не знаю, вы же видели этот… Каскадер приземленно врезался в коробки. Да, да, да. Каскадер использует каскадера для падения с большой высоты. Мне кажется, я думаю, поставил точку для многолетних… Ну, кто, 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 там, многонелённые проекты, там, отдельно персональные, там, готовили… В итоге человек, там, за три копейки поставил… Скорость… А скорость… Мне кажется, все, кто… извини, все, кто говорил на эту тему… Как-то… Минимальная скорость… Перестали… Минимальная скорость… Ну, то, что я… Может быть, до 25-30 километров вертикально. Минимаете, ну, допустим, если без парашюта, то есть в воду войти… Нет, проблема в том, что, сохраняя такую скорость, у тебя… Чтобы держать такую слабую вертикаль, у тебя будет достаточно большая горизонталь. И суммарная скорость, она будет все равно очень высока. То есть не можешь… Так вот… Так вот… Оказывается… Чисто по закону физики… Допустим, раньше… В 90-х тоже прыгнул волосово, да, и у нас… Там, и даже соревнования, как только появились вот эти… Продреки, да, которые показывают скорость… Вы знаете, да? Да… Вертикально… Устраивались соревнования… Кто быстрее, скорость разобьет, и кто медленнее. Вот. И, ну, быстрее, понятно, вставали на голову, так на ноги, кто как мог, сидя. Вот. Со скоростью самой медленной… Люди выжились изображать, что лежат на шаре, там, еще что-то там. Хотя, как оказалось, самая медленная скорость – это просто в обычной трючке. Правильной обычной трючки – это будет самой медленной скоростью. Ну, то есть, не надо изображать, что вы залезли на шару, ты же… Ну, то же самое, если… Вертикальная… Горизонтальная скоростью тяжело убрать… …правление медленной вертикально. Все, спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Приезжайте к нам. Все. Моя шутка! 아요 Аплодиас Уиллер Тулю Один Субтитры сделал DimaTorzok